Вредим мы своим невежеством. Допустим, я сейчас вот сижу на стуле и с вами беседую, а лимфатическая система из-за этого у меня в ногах пережата. Потом возникнут какие-то проблемы из-за того, что человек долго сидит. Я уже не говорю о питании. Я уже не говорю о том, что более такие сложные вещи, что человек индивидуален. Он состоит из трех основополагающих жизненных принципов. Жизненные принципы состоят, в свою очередь, из первоэлементов. Все это в космосе, будем говорить, энергетически вращается, энергия меняется не только от сезона к сезону. Они буквально таки меняются в течение, грубо говоря. Но если по крупному взять, в течение минут все это у нас меняется. Мы так для себя возьмем в течение, допустим, суток. Идут тоже смены сезонов слизи, ветра, желчи, которые делают нас сонливыми, либо активными, либо быстрыми, либо еще там все это влияет. Я уж помалкиваю об этом. Это вы можете почитать. И это все, естественно, на нас влияет. И поэтому, ну, как бы сказать, это наука о том, как жить здоровой жизнью. И все-таки надо изучить, освоить для себя и применять. Это не такие уж знания, как мы там думали, знаете, большие. Желательно вообще-то включить в школьную программу, чтобы наряду там с природовидением человек раз изучил свой организм. Хотя бы он знал, что, допустим, пить после еды вредно. Особенно холодную, запивать холодными напитками. Почему вредно? Да потому что у нас выделяются желудочно-кишечные соки, начинается пищеварение, а мы выпили после еды. И все, что выделилось, мы это разбавили. Крепость желудочных соков понизилась, температура понизилась, пищеварение остановилось. Вместо пищеварения у нас появляются шлаки. Невежество. В ваших книгах есть прекрасное решение. Это настоящее лекарство от любых недугов. То есть, да, важно нормализовать внутреннюю среду, в которой есть рабочий элемент, это клетка. И чтобы эта клетка работала полноценно. В нее входили питательные вещества, в нее выходили отходы, удалялись. Вот эта среда была чистенькая и не было, естественно, никаких там паразитов. Которая развивается от наших шляков. Так, 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 невежество. Значит, есть прекрасное решение, лекарства от любых недугов. Новые книги сегодня, роскошь. Доступны лишь немногие. Почему? Пожалуйста, лежать, читайте. Именно поэтому YouTube столь популярен, это его главный плюс. Здесь любой может говорить что угодно, обещая мгновенное исцеление. Во-во-во-во-во, вот это и есть. Вечную молодость или божественную красоту. Над силой этим надо работать. И доверчивые зрители смотрят лупатики свои, да, в надежде быстро и без труда получить то, о чем мечтали. Но так, увы, не бывает. Соответственно, Петрович, вам нужно сделать апгрейд, немного изменить подачу, сделаем более вкусной для текущей аудитории. Ну, стараемся. Начните с самого простого. Запустите какой-нибудь недельный детокс-марафон и сделайте так, чтобы его участники испытывали поддельный вау-эффект. Помогите паре-тройке женщине избавиться от нескольких килограммов личного веса. И они полюбят вас, сделают своим кумиром и расскажут другим. Так вы вытесните шарлатана-лжецов, заполнивших интернет. И готовят на что угодно ради пары доляров. Яркий положительный пример проект «Бешеная сушка». Там люди с огромной охотой делают все, что от них требовали. Инструкторы им получают замечательный фильм, рассказывают остальным, как это славно и круто. Еще один пример. Здесь очаровательная девушка делится рецептами детокс-смузы и проводит классные семинары на тему очищения организма от шлаков. Результат – масса благодарных поклонников, широко известный и огромный уклад в дело о распространении идеи. Хайфель-нуизотивен. Пожалуйста, не доставляйте начатое дело. Не распыляйтесь на сомнительные проекты, которые могут попросту растворить вашу энергию. Ваша сильная конкурентоспособная черта, экспертность в вопросах оздоровления. Ваши знания без сцены. Просто все это нужно поставить на новую рельсу и придать этому новую форму. Вот это я все прочитал. И у меня так одно. Я устал. Устал это делать снова и снова. Я уже прошел через все это. Я сам оздоровился, показывал свои фотографии, чистки, все это, какой я был, выглядел. Я ввел клуб «Бодрость», делали чистки, все это под моим руководством, все это делалось. Понимаете, я тут ввел клуб в течение двух или трех лет. Наверное, года три-четыре примерно так. То есть, у меня уже все это было. Мне как-то сказать... Но это стало неинтересно, потому что это касается каждого человека. То есть, был клуб, далее были книги. Не просто я их написал, эти книги. Я же еще раз простанял. И лекции были, и люди были, и благодарность были. И насчет благодарности я написал вот эти вот книги. Но все это уже у меня было. Далее пошло телевидение. И я опять эту жвачку еще разок повторил. Пока меня не завернули в такой формат, чтобы там больше медицины было, от которой я отказался и ушел. Но все это уже у меня было, понимаете. А это, конечно, все эти чистки, которые у меня изложены. Без очищения нет очищения. Но там что-то там дополнили, что-то там еще там сделали. Не без того, да? И все это по-новому преподносится, как что-то новое. Все забыв, что это клизма. Изобретена фиг знает когда. Что мы уже не упомнили, когда это было. Несколько тысяч лет назад клизма была придумана. Я не могу. Ну, это просто у меня уже было желание. Был запал, знаете, все это. Я горел. Не то, что там сейчас это там. Я постоянно что-то печатал, что-то делал. Что-то проверял, что-то голодал, что-то ел и так далее. То есть сейчас я уже просто-напросто хочу что-то, что-то, что-то другого. Понимаете? Вот это вот. Просто из всего этого я отобрал для себя такую, как бы сказать, вот систему более-менее приемлемую, которая бы меня особо не разрушала. И я ей вот следую и думаю другими делами заняться. Ой. Поэтому не хочется мне это. Ни центры создавать, ни участвовать, ни консультировать, ни еще что-то там такое делать, когда все это уже изложено, но переложено. Понимаете, когда человек несколько десятков лет, все это, начиная, грубо говоря, где-то с 84-го года. 84-го года я этим делом плотно занялся, потому что себя вытаскиваю. 94-й 10 лет, 2004-й 20 лет, 14-й год 30 лет. И все это уже, понимаете, как-то оно это поднадоело. Поэтому вот это богатство в виде моей библиотеки пускана лежит. Надо воспользуйтесь, когда придет срок. И сравните со всеми другими, кто там что-то написал. Ладно, пошли дальше. Вот, 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 Ксения, тут, как, если это назло, или в тему, как часто нужно делать клизм. Клизма, конечно, в переводе зреческого означает промывание, это процедура. Я их подробно изложил в своей книге «Без очищения нет исцеления». Как и эпизмы, Канад, Чотар, Курсы, Мурсы и так далее. Все там можно найти. Не хотят читать. Кратко хочу сказать так, что в начале оздоровления естественно надо заглянуть в толстый кишечник, навести там порядок. Порядок наводится с помощью клизм. Лучше всего. Далее там печеночку привели, чтобы все это обменные процессы. После почистили лимфу с помощью там питания, других таких процедур. И дальше все. Дальше здоровый образ жизни, безразличных этих клизм, чисто к особо там печени, там уже можно, знаете, совсем по-другому, то есть жесткого и агрессивного, ничего не надо уже делать. Вы уже не ломом работаете, а грубо говоря, там лопаткой, что-то там подбираете у себя. То есть вот так вот. Поэтому нормализовал среду в кишечнике, почистили его в толстом кишечнике. Далее, далее, все это надо закрепить правильным питанием, его придерживаться. Все, особо туда не надо ничего заглядывать. Не мешайте организму работать. Так, Людмила Галей, один час назад. Нужно высвободить из себя принудительное положение. Все получится легко и просто. Может, вы читали Луили, Вилли Луйму. Да, видеть видел я ее, так сказать. Хотела бы знать ваше мнение о ее книгах. Все доброе. Нет, как таковое я не читал. Не читал. Хотя книги видеть видел. Извините. Ну вот, в принципе, и все.